Здравствуйте, уважаемые мамы и папы! Сегодня у нашей студии очередная встреча. Сегодня у нас с Гулей вы знакомы, мы уже встречались и рядом с ней сидит ее муж Жалил. Вот они к нам приехали уже, вы у нас сколько, две недели, да? И мы поговорим уже с семьей о том, как развиваются события, как изменяются они, как изменяется ребенок, но к этому мы вернемся. А вот сейчас я хочу обратиться к Жалилу и попросить его вспомнить ситуацию, когда только знакомство этой семьи с Давидом дистанционно только начиналось. Вот там Гуля рассказала в свое время ее версию. Вот мне интересно, Жалил, вот как ты отреагировал на то, что, ну, во-первых, на то, что вот такой ребенок у вас есть и с этим как бы надо будет жить? Какая была реакция? Реакция такая, что шок, не знаем, что делать, никакой информации. Постепенно уже Гуля, как в интернете, начала все это вычитывать объяснять. С Гуля мы поговорим, меня интересует твоя реакция. Вот все-таки ситуация, скажем так, ты мужчина, да? Как бы вот человек, который, ну, сын, да, понятно, что вот как бы, да, мужчина для него это очень важно. И вот вдруг такая ситуация, и что делать? Что делать? Что делать? Честно говоря, вот по мне, я в себя больше начал уходить, и как бы никаких мыслей, кроме вот нашего ребенка не было. Я работаю водителем, как бы по Москве езжу, у меня только одно, одна мысль получается, что делать. Вот такой провокационный немножечко вопрос. Скажи, пожалуйста, а не было мысли найти виноватого? Кто виноватый? Кто причинен в этом? То есть с первого как бы момента, с первого дня, с первой минуты, вот была полная поддержка жены, и вы как бы работали. Да, Гуля, не врёт? Нет, не врёт. Вот. Ну, и ещё такой интересный вопрос, не случайный, потому что мы с этим сталкиваемся. Скажи мне, пожалуйста, кто начал всё-таки искать выход, и вот почему именно вот тот, кто начал? Почему она, почему не ты? Я же вам говорю, что я в себя ушёл, как бы она, ну мы целый день на связи, получается, с ней, как бы она что-то спрашивает, я в себе. Она поняла то, что от меня, как бы информацию какую-то найти, там, куда обращаться, там, всё это дело, как бы очень сильно затянется, и как бы она взяла в свои руки всё это дело. Ну, ты был в курсе. Да, да, да. Гуля, а почему не подключила папу, ведь вдвоём как бы быстрее? Ну, он уходил в себя, но у меня тоже была сильнейшая депрессия, он, конечно, меня вытащил из этого состояния, и я вот искала в интернете информацию, всё читала, смотрела ролики. То есть он вытаскивал тебя, а ты вытаскивал, как бы, информацию из этого человека. Да, да. Ну, это достаточно интересно. Вот, и вот я, как бы, да, такое вот лирическое отступление, как обычно у нас, обращаясь к родителям, которые нас смотрят. Вот, ну, довольно часто мы возвращаемся к роли отца в семье. Вот смотрите, роль может быть самая разнообразная. Вот ещё один пример, как бы, да, когда, вот, отец. Самая главная ситуация, вот, как нам кажется, это участие. Потому что довольно часто отцы занимают позицию, как бы, вот, моя хата с краю, и в любом случае, ну, вот, смотрите, можно находиться вот в состоянии таком сосредоточения, в состоянии переживания внутреннего, но, понимая, насколько жене тяжело, как бы, оказывая поддержку ей. То есть, вот, я сейчас скажу, Гура, если это не так, не стесняйся, скажи, что, я говорю, неправильно. То есть, ты всё время чувствовала плечо мужа и поддержку не в плане какого-то информационного поля, а в плане, ну, скажем, того, что вот, ты всегда можешь на него положиться. Защиту, да. Защиту. Ну, и давайте пойдём дальше. Вот, рано или поздно Гуля нашла, да, мы говорили о том, как это было, что, и вот, залил. Такой тоже вопрос, мне всегда очень интересно в этой ситуации. Ну, вот, вы впервые столкнулись с Давидом, да, ты? Ну, вот, я понимаю, ну, ты мужчина, у тебя взгляд немножко другой, женщина более эмоциональная. Ну, вот, ну, Гуля сказал, вот, есть там какой-то там мужик бородатый, там, в шапке какой-то чёрной, вот, что-то говорит. Вот, вопрос о том, почему доверились. Чуть мне сказал, да, ну, там таких много в интернете, давай что-то более серьёзное поищем. Почему остановили вы? То есть, как я понимаю, это и твоё решение тоже, то есть ты дал добро на это, да? Так вот, почему Давид? Что, вот, в нём оказалось такое, что заставило, ну, даже не просто остановиться, а что заставило поверить, если это действительно было так? Ну, вот, первое время я с подозрением, конечно, относился, вот, несколько сеансов, там, я не помню, два-три сеанса. Что значит, что с подозрением? Ну, как бы, как вы говорите, я не поверил, ну, что можно как-то повлиять на человека, на расстоянии, получается, я, как бы... Вот, интересно, сейчас мы берём, Сигуля, а ты... Когда я впервые дозвонилась до доктора Давида, и... Ты была одна с... Я была одна с ребёнком, да, 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 и... То есть ты, значит, сначала ты увидела, и твоя реакция... Да, и это единственный человек, который мне сказал, буду рад тебе помочь. Вот, и, ну, мало ли кто сказал, в зависимости от того, там, допустим, вот, я буду рад тебе помочь, но это вот у тебя требуется тот, тот, тот и тот. В том, что Дамир был полностью неговорящий ребёнок, и во время сеанса он принёс упаковку хлеба и сказал, дай мама, во время сеанса. Первого. Первого. Вот. Ну, и при этом Джарил не поверил, что такое может быть всё-таки. О-о-о-о. после второго сеанса когда до мерка начал считать до 10 и обратно все цвета он пришел увидел все ваши случилось был был звонок где-то после 10 часов и она говорит камерка считает как считает то что можно не говорит у нас и в это время она ставит мультик который он считал q и он начинает повторять она по громкой связи никакая какая реакция папы на это такое облегчение то что как бы мы не одни уже как бы помощь идет реально я уже начал верить постепенно то что да оказывается можно даже дистанционно как бы какие-то до каких-то режим уже хотели после второго сеанса мы уже знали четко твердо что мы хотим приехать израиль мы оба ну вот я знаю что практически пока гуль была дома и могла нам сеансы проводились с ней но вот наступил момент когда у экрана оказался ну так обстоятельства сложились с ребенком оказался папа вот и вот интересно то есть можно мы не проводить сеанс там мама не было дома не будем уточнять почему неважно вот и папа ему сказать что ну дождем пока мама приедет и значит будем проводить я не хочу мне там страшно мне не нужно и так далее так далее чтобы как как оказалось что ты вот продолжил продолжать вернее продолжил эти сеансы уже в одиночестве что почувствовал при этом сам почувствовал то что действительно изменения прям видны прям вот сеанс закончился и как бы ребенок уже совсем по-другому начинает вести себя спокойнее не замечал тебя теперь меня да вообще не замечал после вот того как я подключился и мамы не было вот неделю дома не было он даже про нее не вспоминал он только с папой слушается там ходим гулять в магазин я сам не ожидал такого то что он мы заходим в магазин как бы он бегал бесцельно получается заходим в магазин рядом ходит говоришь можно вперед нельзя положить дальше пошел как бы извините изменения сразу видны и я уже сомнения до этого времени были я уже сомнение все все ушли а вот ты попал за сеансы сперва были ли какие-то изменения у тебя самому больше уверенность с ним я действительно боялся как чуть не что над ним трясся после первого же сеанса у меня уверенность что справишься что он капризничать начинает я как-то с ним смогу договориться и он меня поймет и я его пойму как бы уже спокойно к этому начал относиться и такая уверенность все вот появилась прежде чем мы перейдем к тому что вот происходит здесь вот впервые у нас салфетка папе понадобилось да вот 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 скажи пожалуйста залил вот есть у тебя какие-то какое-то желание что-то сказать отцам которые нас может ну вот как давид сегодня сказал там проходя мимо в трусах там одним глазом ну чтобы вот они все-таки услышали тебя и как бы вот развернулись лицом мире разворачиваться лицом к семье вот тебя человека который собственно говоря прошел вот эти моменты от момента скажем такого вот замыкания в себе как бы отторжения до момента вот осознание поддержки и непосредственного участия в процессе ребенка ну как у нас получилось вот после того как я подключился я увидел результаты но у меня получается по работе не получалось с доктором давидом состыковаться по времени нашего но мы маму забрали вот я начну именно тем вот кто нас сейчас смотрят как пожелание такое не сомневаться по возможности тоже подключаться и как бы если нереально напрямую с доктором дозвониться поговорить то хотя бы медитации медитации то что они медитации они как влияют помогают 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 ослабляют там ставят на место мозги и так далее тогда в чем роли вот эти медитации во первых появляется у самого человека решительность сам человек уже по-другому начинает к этому подходить к этой проблемы получается через какое-то время сам человек уже как бы видит насколько продвижение идут даже с медитацией получается изменение ребенка еще больше еще больше то есть в конечном активности больше становится у ребенка то есть в конечном итоге вот да сейчас попытаюсь как бы сформулировать что говорилось в конечном итоге желание отцам активнее участвовать в процессе и тогда потому что в конце концов это семья это их ребенок и очень важно лечение и участие семейное потому что и для ребенка что самое главное для родителей это не просто сближает но это как бы вот выпрямляет какие-то дефекты какие-то шероховатости семейных отношений и больше сплочает взаимопонимание больше становится в семье ну собственно говоря это важно учитывая сложность начитывая непростую ситуацию ну теперь вернемся к вашему пребыванию здесь вот вначале мы это говорили а теперь а теперь давайте вот мы чуть-чуть передохнем там на салфеточки используем и так далее и через несколько минут вернемся в нашу студию и поговорим уже о том что же происходит здесь итак спасибо говорится не переключайтесь мы скоро с вами снова увидимся спасибо